Непонятно, что там. Чёрт, звуки всё громче и громче. Боже, что это? Эй, друзья, всем море привет, а всем бугагашечки, Нептун здесь, и это рубрика инди-ужастики. Сегодня поиграем в Кейдж Фейс, клетка головы. Да-да, даже такое сейчас делают. Я, кстати, снимал раннюю версию этой игрушки, когда-то давно, пару лет назад, игра рассказывала о странном существе с клеткой вместо головы. И вот совсем недавно вышел как бы ремейк этой игрушки, уже сделанный полноценно на движке Unreal Engine, Кейдж Фейс, дело 1, шахта. Сейчас будем проходить. Я выступаю здесь в роли частного детектива, который расследует разные дела. И вот я, видимо, добрался до дела клетка голового. По сути, это менюшка, это вот, видите, можем мотать башкой, мы можем брать разные вещи, даже включать звук на телике. Но звук будет нам мешать. Давайте посмотрим ближе к делу. Собственно, у нас есть некоторые вещдоки. Давайте их все изучим, и потом будем смотреть видеокассету. Она же уставленная. Видеокассета, это и будет весь геймплей. Что же там записано, мы узнаем попозже. Собственное изображение клетка голового. Совершенно страшного и необычного создания. Видите, реально, какая-то клетка у него вместо башки. Так, есть небольшая вырезка из газеты. Шахты Blackstone, закрытые еще в 1800-х годах, недавно вновь открытые, стали местом ужасной трагедии. Двое подростков, личность которых не установлена, пробрались в шахты, чтобы совершить акт вандализма. В итоге один из них был убит, а другой госпитализирован с пока неизвестной болезнью. Собственно, ужасные вещи в этой шахте произошли. Двое подростков. Также у нас есть личные заметки. День первый. Недавно я получил новое дело. В мой кабинет вошла женщина. Она была очень расстроенная и просила найти ее дедушку. Судя по всему, он пропал без вести уже три месяца. И копы, как обычно, прекратили поиски. Она была в отчаянии, и поэтому решила на ней изменять. Всегда приятно быть чем-то последним прибежищем. Но обычно я не берусь за такие дела. Это довольно банально. Я уже сыт по горло сообщениями плохими о людях. Но когда она сказала, что сколько готова мне заплатить, я не смог отказаться, видимо. День третий. Наконец-то я смог попасть в дом дедушки. Однако хлопоты там устояли, потому что мне нашли... Ну, удалось найти коробку какую-то. Внутри коробки были разные странные вещи. Газеты, какие-то документы и видеокассеты. Которые он явно не мог просто так взять. Возможно, у него есть друзья власти, либо друзья, которые могут достать что-то нелегальное. Тем не менее, у него она, видимо, какой-то вещдок оказалась. Также были некоторые заметки, написанные его почерком. А также деревянная коробка с замком. Но самое странное, что там был набросок очень необычного, человекоподобного существа. Крупного роста, с какой-то нездоровой штуковиной вместо головы. Этот поиск мне определенно помог. Я чувствую, что... При этом у меня больше вопросов, чем ответов. Мне придется продолжать искать. Ну, собственно, вот она, видите, эта шняшка. То есть, эти вещи я взял в доме деда. А еще вот этот есть ларец, запертый на кодовый замок. Возможно, ответ будет на видеокассете. Также отчет о вскрытии. Видимо, одного из двух пропавших подростков. Множественные колотые резанные раны на теле. Похоже, что оружие убийства Кирка. Также есть признаки повреждения легких. А также признаки симптомы отравления. При этом в организме не было обнаружено никаких химических веществ. Ну и, собственно, странная заметка деда. Я сожалею о том, что сделал, когда был молодым. И когда я стал старым, я все еще ищу ответ на то, что я сделал. Я не думаю, что пустота в моем сердце когда-нибудь заполнится, если я не заплачу за то, что я сделал. Дед, короче, что-то ужасное сделал. Ну и, собственно, кассета. Выжившая в шахте. Мы ее вставили, давайте посмотрим, что же там такого. Нормальная сложность, пожалуй. Клетка головой меня будет ждать в шахтах. Ну, Кирка, сами понимаете, да? Какой-то он, видимо, бывший, видимо, этот шахтер. Так, это что? Психолог? Психолог? А че он такая стремный? Если бы у меня был такой психолог, я бы, наверное, выбросился в окно. Так, ладно. Итак, давайте начнем с событий, которые произошли в той шахте. Если вы чувствуете, что можете начать. Тинейджер. Мы с приятелем только что закончили школу и скоро собирались уезжать в колледж. Мы не могли дождаться, что наконец-то покинем этот помойный город. Раз и навсегда. Но мы также хотели оставить что-то от себя, какой-то след, понимаете? И так, что мой друг знал об этой закрытой шахте, которая снова открылась. А шахтеры собирались немного там поработать утром, а потом взять отпуск на остальный день. И мы решили, что сможем пробраться ночью. И, в общем, сделать там некоторые пометки. Но оказалось, что мой фонарик был старый и, короче, нерабочий. Но мой отец занимался охотой, и у него был неплохой прицел ночного видения. Ага. Я полагал, что он не заметит, что я его взял. Когда добрался до шахты, моего друга там уже не было. Я подумал, что он просто пошел без меня. Вот и все. Оказывается, я был прав. Он использовал лестницу, чтобы перебраться через какие-то большие металлические ворота. Я пошел тем же путем, что и он. И начал его искать. Ух. Ну, давайте играть, друзья. Опачки, я в шахте. Ну, довольно мрачновато. Я бы сказал. Так. Восточная зона. Седломок нельзя открыть. А я откуда пришел? Отсюда? Значит, у нас есть проход сюда и сюда. Налево-направо, да? Хе-хе. Так. Свитч-переключатель, видимо, открывает эту дверь, но нет энергии. Судя по всему. Откуда я пришел? Отсюда же. Возможно, я пришел, да, и дверь закрылась, но... Чтобы ее открыть, нужно подать электроэнергию. Возможно, есть какой-нибудь генчик. У-у-у, шахты. Вест-ария направо. Фулл-сторейдж. Подсобка с горючим направо. Подсобка еще одна сторич налево. Ладно. Это что у нас тут? Семь горняка. Я хочу, чтобы вы знали, что мы здесь делаем. Короче, наша работа заключается в установке новых осветительных приборов. Установке новых металлических дверей. Электросистема. Установке знаков. И бла-бла-бла. Короче, они готовили шахту к открытию. Так. Сейчас я сделаю погромче. Чтобы было страшно. Ну и, конечно же, мой пульс на экране. Чтобы вы все видели, насколько мне бывает реально страшно. О-о-о. Гребаный фонарик. Хреново хочу работать. Но хорошо, что у меня есть прибор ночного видения. Батин прицел. Вот он, направо кнопку мышки у меня. Да, в нем, в принципе, видно намного лучше. Точнее, намного дальше. Будем иногда использовать. Так. Что это у нас тут? О-о-о-о. Черт. Он начал делать пометки без меня. Мог бы подождать. Но где же он, черт возьми? Это, видимо, наш друган. Да, уже начал граффити рисовать. Вот чем они занимались. Хотели нарисовать граффити в шахтах, да, и смотаться в колледж. Нормально. Ну, наш друган, короче, потерялся. Надо его найти. А если сюда идти? Боже. Что-то как-то стримновато. Руками нет делать. Видимо, нужен какой-то ломик или что-то типа того. Сторидж рум. Так. Здесь никто не читает отчеты. Так что я напишу это здесь. Брав канистру, я заметил, что центральная опорная рама лопнула, и потолок может рухнуть в любой момент. Поэтому, чтобы убедиться, что никто не забредет сюда и не получит серьезных травм, я запер дверь. Если что-то хранили в кладовке, просто подождите, пока мы как следует не осмотрим это и не закрепим. Ничего не понял? Ну ладно. Что-то какое-то то ли дыхание, то ли что. Так. Где я? Я заблудился. А, все. Все. Вот дальше мы не ходили, получается. Проход налево. Ориентироваться еще по этому, по знакам. Заперто. С другой стороны. О, а вот и... Фуэл-сторидж. Тут, видимо, есть топливо. Дверь закрыта на какой-то... Замок с комбинацией, да? Ну типа как... Как у сейфа. А этот путь ведет меня обратно, да? Кто запертый дверь, скорее всего. Ага, вот она. Ну все. Значит, нам только прямо. Только сюда. Еще есть записочка. Блин, фонарь реально хреново работает. Так. Типа, завален тоннель, да? Мы будем собирать припасы, чтобы помочь убрать обломки из обвалившегося тоннеля. Я знаю, что начальник сказал иначе, но я все же думаю, что мы должны получить подходящее снаряжение, чтобы проверить, нет ли поблизости какой-либо... Каких-либо токсичных газов. Никогда нельзя быть слишком осторожным с этими старыми шахтами. Так, какая-то шахта где-то обвалилась. Я думаю, что во время моего приключения это не произойдет. Где же наш друган? А вот она, видите, заваленная шахта. Ох, вот он, наш друган! И он, походу, все... Его убили. А вот он и колотые раны. Смотрите, его киркой кто-то расфигачил. Срань господня! Он умер. Я не знаю, какого черта с ним сделали, но я не собираюсь сидеть это и выяснять. Здесь. Эта металлическая дверь блокирует меня. Ну, та, видимо, в самом начале. Как же я выберусь? Может быть, у тебя есть что-то, что может мне помочь? Извини, приятель. Что у него может быть? О, еще сундук есть. А, сюда можно залезть, смотрите. Видимо, когда будет какая-нибудь опасность. Так. Можно смотреть по сторонам. Можно приближать. Окей. Ныкарство, значит, за нами кто-то будет бегать. Да? А, все, можно его лутовать. Блин, бедняга. Царянчик, чувак. Ну, я-то жить хочу. Ты-то уже все. А мне жить нужно. Из Ариакии. Ключик от... Восточные зоны. Черт, стрельноватый, конечно. Ну, здесь заперто изнутри, скорее всего. Нам нужно завязать ключ в самом начале. Ты помните, там был висячий замок? Так. Воздух становится, короче, какой-то хреновый. Мне нужно, можно быстрее найти выход. А, подожди. У меня же есть ключ. А как? Подожди. А инвентарь-то где? А, вот я выбрал на колесико. Необычный инвентарь. Я как-то привык, знаете, на тапали на И. Блин, фонарик там-то лучше видно вблизи, но вот... Вдалеке. Непонятно, что там. Все, звуки все громче и громче. Боже, что это? Клеткоголовый! Ужасный клеткоголовый! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Он мне башку проломил. Черт! Он какой-то не особо громкий, на самом деле. А че, где... Подожди. А чекпоинтов че, нет, что ли? А вот, лот лассейф, окей. Блин. Вон странный звук. У него, короче, в клетке сидит, походу, дело птица. Потому что, когда он со мной бежал, я слышал звук, знаете, вот реально птички, которая в клетке. Чирикало. Только звук был слегка отдалённый. Ладно, мужики. Ключик у нас есть. Просто лучше ходить с прицелом, потому что... Вот он звук, да? Он сквозь стенку выбежал. Ты прикалываешься. Так, ну он не должен меня заметить. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Сидим. Вот он, вот он, вот он, вот он. Он рядом, он рядом. Не выходим. Не выходим, не выходим. Или подожди. Он ушёл? Кисточка. Так, он, видимо, сюда зашёл. Чё за хрень? Откуда он вышел? Откуда вот отсюда? Он просто из стены вышел. Это максимально странно. Фонарик, фонарик, нету. Я слышу шаги. Твою мать. Так, а что у нас тут? Часы? Нью-Юнг. Может быть, это какой-то подсказочка насчёт пароля? Так, обратите внимание, что генератор рядом на случай, если у нас пропадёт электроэнергия, и нам нужно будет открыть передние ворота. Нужен ключ зажигания, а также специальное топливо. Всё это есть в комнате для хранения топлива. Ну, помните, там, фойл сторейдж. А код – это фулл полный. Затем убывающий квартал и убывающая луна. Следите за временем. То есть, пароль... Вот это. Угу. Нужно запомнить, где фулл, то есть полнолуние. Вон, снизу, видите, фулл. Затем убывающая... Короче, ну, короче, вы поняли. Нужно сделать так, 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 как было там ранее сказано. Сейчас, подождите, я зафоткаю это дело на всякий случай. Так, всё. Я себе скопировал. О, слышите, да этот... Вон, ну, офигеть. Это стрёмно. Он, он, вот, а птички чирикают. Боже, тихо, тихо, тихо. Блин, он такой стрёмный. Чего он не то, что прям резкий, крикастый. Но вот эти вот звуки чириканья птичек вдалеке, они немножко... Странные. Он ходит сквозь стенки, смотрите. Он тупо залез сквозь стену. Ну, охренеть, не встать. Так. А вот, вот чем было заперто. Изнутри. Я, кстати, нашёл старый молоток. Надеюсь, он мне поможет. Так. Анвелл. Что такое? Что за сердечко было наверху? Без понятия. Так, ладно, замечательно. Замечательно. Он выходит сквозь стенки в совершенно рандомных местах. Молоток, кстати, вот здесь, может быть. Нужно заюзать. Да. Чёрт стрёмный. Так что, нужно успеть всё это делать на время? Что вполне вроде как логично. Так. Отбежали. Так, да я понял, я понял. Чёрт. Немножко напряжно. Давай, 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 давай. Есть. У нас-то есть канистра. А ещё есть ящик, что можно пересидеть. Так, на всякий случай я заползу в ящик, мало ли что. Он где-то... О, он позади меня. Судя по звуку, он позади меня прошёл. Где-то за стенкой там. Теперь с правой стороны. Теперь прямо. Вон, вон, вон уйдёт. Да, 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 да. Но меня здесь уже нет. Канистру я взял. Так, теперь он должен... Сукрить замок. Уйди, уйди! Ау! А чё он такой быстрый-то? Блин, а чё он реально... Он шустрый. Я от него удрапать не мог. Может, потому что канистры у меня, типа, в руках? Эй, уболюдок! Калеткоголовый! Так. Да пошёл ты от меня нахрен! Нахрен пошёл! Запарил ты вот так вот подкрадываться беспалевно. Он тупо просто зачирикал у меня прям под ухом. Вот теперь ты хоть стой, хоть прыгай, хоть падай, хоть чё делай. Он тебя догоняет, блин. Так, короче, я думал, что там можно вертеть его. Поэтому я картинку зафоткал. А его там не нужно вертеться. Так, подожди. Там, где фулл, он был прям снизу, снизу. Это, возможно, символизирует шесть часов, да? Затем был... Затем был... Квартер убывающий. И он был примерно на восьми. Блин, он у меня не остается в покое, да? Так, подождите, надо подумать. Значит, пароль будет шесть, восемь, семь. Ну, так. Тогда надо думать. Подождите. Так, я понял. У меня начинает бывать рассудок. Я понял. Вот что, значит, символизировало сердечко. Я уже половину сердца потерял. Если я сейчас еще тут провожусь долго, то я с ума сойду. Меня начнут пугать какими-нибудь вспышками. Как же пароль? Как же его отгадать? Здесь нет времени подумать. О, вот здесь можно подумать. Так, давайте подумаем. Короче, я понял. Это типа циферблат, ну, похожий, да? Ну, короче, там, где стрелка, именно оттуда и нужно считать. То есть мой фулл, который снизу первый, да, по счету. Я думал, что шестерка. На самом деле, это пятая по счету фаза. Значит, у меня будет пятая первая цифра. Значит, седьмая. Ванинг-квартер. Это вторая цифра. Иванинг-квартер. Третья цифра. То есть, получается, пять, семь, шесть. Пароль-то. Да. Е-е-е, броу. Ключи. От генчика. И топливо. Так, мне нужна канистра. Наливаю. Блин. Хе-хе-хе. Страшно. Так. Ну, тут ходит рядом, блин. Я, короче, все. У меня дыхалка. Хана, я отравился чем-то. Да, да, да. Кани... Кани... Канистру бери. Не успел. Боже. Отрамился чем-то жестким. Поэтому нужно все делать быстрее. Если бы не порвались, я бы сразу допер. Что имелось в виду, я бы, наверное, быстрее справился с этим. Так, наливаем, 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 наливаем. Давай, 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 дружи. Есть. Все. Теперь нам нужно найти генчик, залить на него топливо. Ух ты. Как меня штырит. Так, давай, выливаем. Главное не сдохнуть. Пожалуйста, быстрее наливайся. Так, ключик. Завели. Да, он заработал. У-ху-ху. Свет. Свет, да будет свет, сказал монтер. Жупа, фосфор, натёр, да? Так, тихо, тихо, тихо. Наконец-то. Еее. Давай, давай, пролезай ты. У меня ноги есть, нифига. Я только сейчас обратил меня на это дело внимание. Когда я открыл двери, я постарался выбраться оттуда как можно быстрее. Я не мог не оглянуться назад, и когда я оглянулся, то эта тварь исчезла, как будто её и не было. Мне не хотелось задерживаться, поэтому я просто продолжал бежать домой. Было чертовски поздно, и мои родители заметили, что я пропал, поэтому они были на ногах и были готовы меня наругать. Однако, когда они увидели, в каком я состоянии, то они быстро забыли об этом. Я был в шоке, и меня даже начало тошнить. А вот описанные вами события выглядят довольно экстраординарно. Вы ведь были в шоке, к тому же там в шахтах был какой-то газ, который, возможно, повлиял на ваш рассудок. Ваш монстр мог быть просто человеком обычным. Я не выдумал эту хрень, черт возьми. Там был монстр. Послушайте, я понимаю, что ты был под сильным стрессом, но всему этому есть гораздо логичное, ну, более логичное объяснение. Я знал, что вы мне не поверите, но будь вы умнее, вы бы сделали все, чтобы туда больше не приходили люди. То есть люди держались от этого места подальше. Кэйч Фэйс. БГ. Шахты. Нет, ну, игра действительно, она такая, знаете, по нервам дает. Не супер страшно, но, знаете, когда там эта птичка начинает кричать по духам, и ты что-то делаешь такое, типа замок там открываешь и пароль подгадываешь. Это же прям неприятно, страшно становятся в такие моменты. В общем, очень хороший инди-ужестик. Ссылочка на него будет в описании под видео. Игрушка бесплатная, скачивайте и играйте. Кстати, вторая часть этой игры, она вышла вроде как в стиме, и, возможно, я ее тоже сниму. И да, конечно, я чуть не забыл про этот чемоданчик, который мы тоже должны были открыть. Я сначала подумал, что именно в видео мы найдем ответ или пароль. Я даже попробовал вводить пароль такой же, который у нас был в игре. То есть 5, 7, 6. Но это не работало. Также никакого дополнительного пароля мы там не нашли. Но, повозившись здесь какое-то время, я все-таки обратил внимание на записочку, друзья. Вот, показываю вам картинку. Тот знаменитый циферблат, который нам помогал отгадывать пароль на видеокассете, он и здесь нам поможет. Обращаю ваше внимание, друзья, на записку. Именно там скрытое послание, правильный шифр. Обращаю внимание на ключевые слова. Вот он пишет. Когда я был молод, Янг. Янг на циферблате обозначается единичка. То есть первая по счету фаза, с которой начинается отчет. Далее он пишет в записочке old. А old у нас это девятка. И затем, видите, full. Полный. Или наполнился. Full у нас пятерка. То есть вот скрыт, где пароль. В итоге получается, что 1, 9, 5. Так, 1, 9, 5. Что же здесь? Так, а что там? Там записка и ключи. Ключи от подсобки. Смотрите, сторидж. Пистолет. Видимо, дед охотился за кем-то. Возможно, за клеткоголовым. Банкробри. Что-то там. Но это, видимо, от ограбления банка использовался пистолет. Это бирка. Это вещдоки. Чел, дед, по ходу дела, имел доступ к вещдокам. Вот у него оттуда видеокассета, оттуда же у него, видите, пистолет. Явно это вещдок. Потому что он помечен. Но каким-то образом оказался вот дедом. Давайте почитаем записочку, что ли. Я даже не пленился перевести. Если вы читаете эту записку, то, скорее всего, меня больше нет рядом. Ну, или вообще нет. Если вы следили за моими подсказками, тогда вам, вероятно, интересно, почему я просто так не даю все ответы сразу. Видите ли, вся эта информация, которую я собирал на протяжении многих лет, невероятно важна для меня. Даже драгоценна. И я хочу быть чертовски уверен, что если кто-то найдет мой бумажный след, и захочет предложить усилия, чтобы проследить за ним, то вы либо проявляете заботу и уважение к доказательствам, которые я ищу, или вы просто достаточно упорны, чтобы с таким же успехом это сделать. Эта штука преследовала меня всю мою жизнь. Я искал доказательства и ответы. К настоящему времени, вероятно, ни для кого не секрет, что мои методы были не совсем законными. Ну вот, типа он тырил вещи, вещдоки, да? Но я просто не могу позволить этому встать у меня на пути. Видимо, этому, ну, законом. Где-то поблизости есть монстр, и мне нужно убедиться, что все об этом знают. Если вы зашли так далеко, то я уверен, что вы не будете возражать, копнуть немного глубже. И, возможно, вы сможете найти подсказки, которые предупредят мир об этом чудовище. Дед явно хотел остановить клеткоголового и всем о нем рассказать. Но, возможно, у него не получилось. И неизвестно, живой ли он. Он вроде как пропал. Возможно, мы его еще встретим. Потому что вторая часть, как я уже сказал ранее, она вышла в стиме, и, возможно, я тоже буду ее проходить. На этом все. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Также в описании найдете ссылочки на мой Телеграм-канал, на мой Дзен. Ну и, конечно же, на мой Бусти. Для всех, кто сможет меня там поддержать, я буду очень этому рад. Поддержка на Бусти помогает мне выпускать новые видео на канале. Желаю всем добра и позитива, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok